Чехи. Ну, представители Голландии всегда были известными мастерами кикбоксинга. Колин Джордж не исключение. Именно он сейчас приглашается первым на ринг. Живет он в Амстердаме. Ему 29 лет. 207 сантиметров. 112 килограммов. Тренируется в клубе Биг Майка, Майкс Джим. Тренер, соответственно, Майк Сенье. Один из самых известных тренеров в Голландии. Да и в мире, в общем, тоже. 23 поединка провел Колин Джордж. 12 побед, 10 побед нокаутом и 11 поражений. Последний поединок провел в 2015 году против Марасану. Потерпел поражение. Говорил я о том, что сейчас чемпионы Глори стремятся к тому, чтобы перейти в ММА. И вот Колин Джордж, так же, как и Рико Верховен, как и Робин Ван Росмален, говорил в интервью, что не прочь он попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Но для этого нужно провести тщательную подготовку. Пока вот выступает на турнире King of Kings. И соперником Колина Джорджа будет Томас Рон. Достаточно возрастной спортсмен, 81-го года рождения, ему 34 года. 104 килограмма, 192 сантиметра. Представляет клуб Муай-Тай Брно. Тренируется под руководством Карла Кайзера. Кайзера провел 88 боев, 70 побед, 25 побед нокаутом, 15 поражений, 3 ничьи. В интервью говорил, что его любимый боец это Питер Айрц. Знаменитый боец, представляющий Нидерланды. А последний поединок Томас Рон провел в июле 2015 года. В Праге одержал победу над Игорем Бугаенко. Томас Рон, Чехия Република. Питер Айрц. Тим Холланд Коли Джо! Пойди в Ред Кона, 34 лет, официальный хайд 192 см, вес 104 кг, профессиональный рекорд 70 wins, 25 кг, 15 ласки, представитель прайсман в турнирах, файтер, представитель прайсман Колизи Удрик, чек-ребабблинг, Томас Крон! КУК Гран-при, 3 раунда, 3 минуты каждый. И, собственно, Биг Майк в углу Колина Джорджа, последнее наставление. И последнее наставление от рефери. Но все это частности, все все прекрасно знают, и сейчас начнется непосредственно сам бой. Колин Джордж против Томаса Рона. Первый раунд! Начинает с лоу-кика Томас Рон. И держится на дистанции. Колин Джордж очень уверенно передвигается. Какая хорошая комбинация от Колина Джорджа. Попытка пробить хай-кик. На этот раз мимо. Легок на ногах. Но клинч здесь запрещен. Клинчевать нельзя. И рефери бойцов разводит. Попытался сейчас пробить боковой удар Колин Джордж. Поджимает к углу Томас Рон соперника. Хорошая комбинация от Томаса Рона. Разводит рефери вновь бойцов. Держится пока очень уверенно Колин Джордж. Держится на дистанции. Понимает, что нельзя дать сопернику сблизиться. Ближний бой ему не выгоден. Но надо больше атаковать. Пока мы видим только передвижение. От представителя Голландии. Очень хорошо комбинирует удары с рук. Колин Джордж меняет стойки. И вот сейчас была одна из атак из стойки левши. Вот сейчас есть неплохой момент у Томаса Рона. Мог зажать у канатов соперника. Поработать. Ни в коем случае Колину Джорджу нельзя застаиваться. Ну и давать сокращать дистанцию сопернику тоже. Снова разводит рефери бойцов. Неплохо комбинирует Томас Рон. И там, по всей видимости, было попадание в пах. Но почему-то выплюнул капу Колин Джордж и продолжил уже без нее. Видимо, ему неудобно. Ну что ж, раунд завершен. Неплохо начал Колин Джордж. Поначалу работал с дистанцией. Несколько неплохих ударов нанес. Но Томас Рон перехватил инициативу. И вот эти моменты, когда удалось ему поджать соперника к канатам, нанести серию из трех ударов, они, конечно, идут ему в актив. И я думаю, что вот за счет концовки, за счет середины первого раунда Томас Рон этот отрезок поединка выиграл. Давайте посмотрим наиболее удачные моменты. Отдыхают бойцы. К сожалению, он не слышно нам, что советует Биг Майк своему подопечному. Он всегда дает советы в наиболее эмоциональной манере. Не может сдерживать эмоций. Но за это мы его и любим. Ну что ж, второй раунд. Снова идет вперед Томас Рон. Но вот зачем клинчует Колин Джордж, непонятно. Томас Рон. Еще одна комбинация от Колина Джорджа. Попытка пробить хайкик. Нужно не сближаться к Колину Джорджу. Ни в коем случае. И попытка выполнить флайн нехорошая. И тут же оказывается в невыгодном для себя положении. Колин Джордж пропустил несколько ударов в корпус. Интересно, почему не следует советам Майка Пассанье. Я уверен, что Биг Майк это все прекрасно видит. Как работает Колин Джордж. И наверняка сказал своему подопечному не ввязываться в обмен ударами. Работать с дистанцией. Тем более, такая прекрасная длина рук у этого парня. Прекрасные габариты. Отменная антропометрия. Надо это использовать. Но видно, что еще не хватает опыта этому парню. Но будем надеяться, что придет со временем. И, конечно, вот такие поединки он должен проходить. Но снова пропускает Джордж от Томаса Рона. И хорошая комбинация. Подключает колено Томас Рон. Но чуть было сам на встрече, не пропустил. Подобно тому, как Андрей Орловский поднесся вперед в поединке с Федором Емельяненко. Так, здесь непонятно, почему развернулся Колин Джордж. Такое ощущение, что был нокдаун. Да, отчитывает, собственно, нокдаун. Нельзя поворачиваться в бою. Предупреждает Колина Джорджа. И такое ощущение, что он потрясен. Идет в атаку Томас Рон. Натыкается на встречный удар. Но продолжает прессинговать соперника. И сейчас может оказаться в нокдауне. Здесь нокдауна на самом деле не было. Но почему-то считает все равно рефери. Хотя там именно был бросок. Да, безусловно, перед этим были жесткие попадания. И Колин Джордж был на грани нокдауна. Но в любом случае последний бросок Томаса Рона, последняя его атака к нокдауну не должна была привести. Неправильное решение рефери. Но сейчас он внимательно следит за состоянием Колина Джорджа. Возможно, не даст выйти на третий раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот нам показывает, собственно, тот момент, когда развернулся Колин Джордж. После атаки удар коленом в корпус. И дальше свалил своего соперника на настил. Но, безусловно, такое засчитывать за нокдаун нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, по всей видимости, не может продолжать Колин Джордж. И техническим нокаутом одержал победу Томас Рон. Именно он выходит в полуфинал. Недоволен решением Колин Джордж. Говорит, что готов он был продолжать. Считает, что Томас Рон победил незаслуженно и не признает его победу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И интервью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю с победой. Была немножко странная концовка. Поделись ощущениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, сам Томас Рон говорит, я не понял, почему рефери остановил бой. Мне кажется, что Колин Джордж мог продолжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорит Томас Рон, что не потряс его Колин Джордж ни одним ударом. Он в полном порядке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Передает привет своим друзьям. И говорит, что будет готов к полуфинальному бою, который пройдет в ноябре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА